Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Кирилл. Продолжаем просмотр видео из курса. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Не забывайте оставить комментарии и делиться своими результатами. Поддерживайте нас, меня, и играйте в наши игры. Переходим к просмотру видео. Следующим шагом мы должны записать, точнее замоделить, я-то записать, а вы должны замоделить, понимаете, со мной склад. Было сложно найти склад, я вам честно признаюсь. Именно таким, каким я себя представлял, поэтому, скорее всего, будем какой-то микс делать. Я вот потыкал всякие референсы. Ну, тут не совсем то, что я хочу. Вот, я сейчас покажу поближе вот это. Я думал о чем-то вот ближе вот к этому. Ну, естественно, в нашем орочем стиле. Может быть, такие штуки, но они какие-то мелкие. И тут уже чеканные монеты, так сказать. А нам нужно место для хранения руды. Вот, может быть, что-то такое, только без крышки. В общем, попробуем сделать похожие штуки. Вот, я здесь небольшой рендер попробую поставить. Просто для себя побаловался. Так. Идемте в основную сцену. Вот у нас есть вот этот складик. Вот он здесь. Мы его скопируем и перенесем. Сделаем еще одну сценку. Получается, вот, вот, new. Сюда. Так. Шоккаты. Alt-G. Это просто для какого-нибудь там объема, размера. В сцену 0.1 вернемся. Где-то тут у нас должен быть гоблин. От тебя тоже Ctrl-C, Ctrl-V, Origin, Geometry, Tag. Угу. Теперь давайте я посмотрю. Вот еще вот такие нашел. Вот, может быть, такое что-то сделать. Колышками обнесем. Положим пару ящиков. Можно бочку. В чем руда хранится? Скорее всего, в каких-нибудь ящиках, мешках. Так. Ну, давайте миксанем как-нибудь. Возьмем, опять же, бревна. Здесь предыдущие сцены. И вот эти штуки тоже возьмем. Вот это тоже возьмем. Ctrl-C. Ctrl-V. Так. Разместим парочку, троечку бревнышек. Сейчас их уменьшим. Можно сделать Individual Origin и Scale. Наверное, как-то так. И вот это давайте задублируем. И здесь повернем его немножко. Вот так. Есть, есть контакт. Так. Еще раз смотрим референс. Ну, предположим, предположим, что у нас вот это будет завалено золотом, которое будут складировать наши гоблины. Но при этом руда, именно руда вот такая. Поэтому нужно сделать стеночки. Вот здесь возьмем досочки. Дублируем. Давайте отделим доски друг от друга. по Selection, L по Selection, L по Selection, L по Selection, L по Selection. Теперь мы их возьмем. Set Origin to Geometry. Удобно? Удобно. Надеюсь, что вам все видно и слышно. Наверное, все слышно и все видно. Так. Теперь сделаем здесь. Повернем их все на 90 градусов. Только не индивидуал, а Median Point. И по X тоже на 90 градусов. Теперь надо между... Предлагаю сделать это следующим образом. Возьмем так. Нам нужно как бы две доски. Так. Уберем, скроем. G, Y, G, X. G, Y, G, X. Вот так возьмем. Сдублируем. Повернем по Y на 180. И вот здесь вот так. И смотрим. Ну, где-то здесь надо подтянуть что-нибудь. Вот это с пропорциональным. Дарксирование G, X. И вот это давайте подтянем G, X. И посмотрим, что у нас есть. Я уже просто давно записывался. Надо немножко освежить в памяти, что у нас тут есть. План-то у меня есть. А вот реализацию я не помню свою. Так. Ну, можно взять опять же одно из бревнышек. Сцена на 2. Надо правильно называть. Это у нас будет Storage. H. Хранение. Хранилище. Это у нас Tower. Сцена. Ну, и та сцена сцена. Приводит. Давайте оба возьмем. И подтянем по X. Теперь таблируем, допустим, вот этот. Разместим сюда. И отскейлим. Правда, подобно или не очень? Мне кажется, не очень. Надо их разнести немножко. Так. Тогда придется уменьшить. Так. Нужен какой-нибудь план. Для этого надо обращаться к референсам. Можно вот так поставить. Нет. 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 Так, мне не нравится. Мне нравится пока такой вариант. Давайте туда пойдем от того, что мне нравится. Сделаем вот этот вариант. Тогда надо уменьшить, то есть их свести поближе. Допустим, вот так. Давайте чуть-чуть наклоним в сторону. Вот так. Теперь возьмем бревно. Alt-R, чтобы он выровнялся по вращению. То есть сбросил все параметры в ноль. Alt-R, R, Y, 90. Вот так. Shift-R, R, Z, 90. Вот так. И отскелим чуть-чуть. Что-то они в одинаковые бревнышки. Давайте повернем вот так. Главное, чтобы сверху было видно. Так, G, Y. Shift-D, G, Y. А можно нет, можно следующий взять. Ну-ка, выровняем. Сюда. Сюда. Ну-ка, типа, вот здесь вход пусть будет. Дальше. На самом деле, до первого уровня можно даже оставлять такие примитивные сооружения. Только давайте добавим какой-нибудь флажок, наверное, да? Обозначающий принадлежность к какому-то игроку. С какой стороны повесить можно? Если с этой стороны повесить, нам нужно, чтобы было видно вот эта часть более-менее. Ну, может быть, это. Но хотя это можно потом заставить чем-нибудь. То есть, флаг можно повесить либо вот тут, либо вот тут, либо вот с этой стороны. Вот давайте с этой стороны повесим. Можно взять с той же шахты вот эту штуку. Shift-D, то есть selection, ctrl-c, да? И вот сюда ctrl-v, а там удаляем. Так. Здесь можно сделать какой-нибудь сучок. Извините за выражением. Меж-цилиндр какой-нибудь там пятигранный. Пусть будет. Scale вовнутрь. Вид спереди. Повернем. Так. Scale. Тык, тык. Scale. Ой. Повернуть хотел. Внутри там удалим faces. И теперь... Где он? Вот он. Повесим. Set origin to geometry. RZ90. Это можно поудалять. Face. Это можно вытянуть. Давайте наколем. Так. Так. G. Y. И давайте здесь это все по Y сожмем. g, y, нет, x. Можно здесь бы выльнуть, но это не обязательно так. Баловство уже. Можно с грейдом улучшать этот самый флаг и в итоге какой-нибудь баннер повесить. Но для начала можно и таким обойтись. Можно чем-нибудь застелить пол на самом деле и в итоге набросать кучу золота. Но чем застелить его? Взять берешь вот так и застеливаешь. Тыдын. Тыдын. Вот так. Смотрим. Выравниваем. Сколько нам красить в итоге придется. Но хочется все сделать последовательно, поэтому... Хотя, наверное, можно было бы отвлечься на какое-то время и сделать текстурку. Но давайте все сделаем последовательно. Сначала разберемся с первыми грейдами. Определим там всякие масштабы, все дела. И потом пойдем с вами в фотошопчик. Надеюсь, он у вас есть. У вас как раз есть все это время. Вы можете использовать для того, чтобы найти себе фотошоп. Итого у нас получается вот такая вот тема. Можно, наверное, один удалить. Одну доску. Вот так сделать. SetOrigin to Geometry. Sy. Вот. И у нас лежат досочки. А если их развернуть на 180, там неинтереснее картина? Нет, неинтереснее. Вот таким вот образом мы, да... Можно еще взять, если здесь какие-нибудь веревочки повесить. Вот как вот здесь, посмотрите. Вот так. Между столбиками. Что еще можно добавить? Куча золота. Ну, куча золота... Это да. Что-то можем из шахты позаимствовать? Нет, мы тележку еще никакой не делали. Сцена. Storage. Давайте свалим здесь кучу золота. Допустим, сделаем... Что? Plane. G.U.I. его subdivided много раз. Давайте удалим... Э, скроем все... Точнее, крайние вот эти... EG.Hide. Вот. Даже, наверное, вот так. Теперь можем поднимать. Это будет у нас наша куча золота. Alt-H, и он покажет все. Можно их как-нибудь скруглить. Допустим, circle сделать... Нет, так не сделается. Нужно вот так все выбрать. Попробуем так. Circle. Ну-ка, вылезь оттуда. Быстро. А можно еще попробовать с помощью... Да, блин. С помощью пропорционального редактирования. Берем там и начинаем мять. Сейчас попробуем сделать закругленную форму. Этого безумия пиксельного полигонального краешки. Мне не нравится. Потому что они такие остренькие. Все. Ваше время вышло, пацаны. Я к этим краешкам обращаюсь. Можно просто проверить, как это будет выглядеть. И сюда вкрапления добавить каких-нибудь камешков, типа. Ну, это же руда. Она не только как песок. Ну, то есть мы делаем вид, что это песок. Но там всякие кубики, наверное, можно добавить. Подразделить каждый угол, допустим. И немножко помять его. Можно, кстати, взять один из камней, который у нас, допустим, есть заскульпченный. Наверное, слишком долго. Лучше взять просто готовый камешек. Вот. Он, конечно, очень полигональный. Так, седый. Так. Можно его подозимировать, попробовать. Ну, то есть еще раз наложить децимейт. Так, ну, сверху можно было бы... Сейчас какую-нибудь форму придадим и потом децимируем. Ну, вот. Ну, вот. так это важно, довольно нормально, я думаю. Давайте еще киндзем мейт. Сколько у него там? 288? А сколько его можно сократить? Вот, до 30 может чуть-чуть вот здесь еще вот 30 ой, что я делаю? 30, давайте мы это применим и там снизу мне не понравилось какой-то вот там что-то внутри, здесь какой-то полигон через J вытащим этот вертекс снаружи, вот так и здесь тоже можно J и вытащить вертекс снаружи остальное вроде в порядке все, можно Shade Smooth 180 и класть его, в общем, в этот в кучу давайте мы его сдублируем origin ай ай мисклик много лишних действий Scale Scale Shift D поворот поворот Shift D RX 180 R Ctrl A Scale и втыкаем в кучку вжух 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 это давайте вот так вытащим о, это у нас будет куча золота как в играх бывает куча золота подходишь там а там одна монетка вот в нашем случае наверное такая же куча золота SZ0 выровнял по оси чтобы снизу все было одинаковым одинаковым и вот у нас куча золота лежит там если условно разделить ее на 4 части как будто раз, два, три, четыре у нас склад заполнен вот мы кладем ее можно чуть подскейлить вот так подскейлить объединим давайте сдублируем оставим в сторонке вот эту часть а это мы объединим между собой Ctrl-J Rotation и Scale применим и сделаем 4 части раз, два, три четыре у нас будет получается складик ок, ок отлично со складом разобрались так молодцы давайте сохраним save теперь мы это обозовем поверим еще на Face Orientation вон там у нас видите проблемка проблемы помните откуда проблемы эти проблемы у нас не волнует по большей части так теперь мы это объединим нам по сути нужно объединить в один грейд все все бревна а кучки у нас будут это как бы вкладыши они как бы будут айтемами этих этого самого строения то есть кучки же появляются только тогда когда гоблин их приносят на склад а значит они идут отдельным объектом то есть мы сдублируем ну это мы сейчас оставим вот это как для показухи а это назовем как как будет по-английски gold куча золота translator поможет нам в этом куча золото pile of gold так и думал на самом деле pile of gold а это у нас мы объединим вот так правильно еще колышек так да давайте объединим вокруг вот этих досок ctrl j там же не было никаких модификаторов не было ctrl j это у нас будет хранилище хранилище золото gold фаут но это мне не очень как нравится а если склад от warehouse давайте просто назовем warehouse он может быть не только для золота может быть допустим еще там для всего остального warehouse но я так быстро все это в золото определил хотя это может быть там и руда может вы захотите сделать что-то не золото а допустим серебряная руда или металл какой-то такой добывают либо уголь добывают или что еще можно там добывать то есть это золото это я уже от себя тяну так что смотрите если вам не нравится идея золота можете придумать что-нибудь другое вот это только приветствуется warehouse tier 01 то есть это у нас grade первый такой так давайте еще раз пробежимся здесь goldmine а goldmine мы прокачивать хотели да по-моему да давайте мы назовем tier 1 tier 01 вот как-то я не подумал об этом видимо хотя хотел tower tier 1 есть да у нас tower отлично и storage отлично тоже все есть это все материалы нам не нужны ну даже если накинуть вот у нас материал дерева допустим это у нас материал ткани красненькая тряпочка визит и вот у нас получается такой склад мы на первом гайде имеем вот то что имеем остальное это уже когда мы прогрейдим у нас будет там второй третий tier получше выглядеть то есть вот вот Продолжение следует...